Всех представителей знака Зодиака Рак я приветствую на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и для вас я снимаю ваш второй прогноз в период с 13 по 19 сентября 2021 года. Работаем сегодня на двух колодах. Основная это Таро Космических Циклов и вспомогательная это Оракул Симбалон. Будем просматривать позитивные моменты, негативные моменты недели, запросим совет от карт, посмотрим неожиданность этого периода. Мы в целом постараемся найти ответы на ваши вопросы, на то, что вас возможно волнует, тревожит или беспокоит. Итак, настраивайтесь пожалуйста на расклад и будем просматривать грядущую неделю. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Что здесь по ситуации? Повторюсь, карты мы трактуем с вами в позитиве. Итак, у вас здесь башня, туз мечей и пятерка жезлов. Здесь как упорядочение хаоса, в первую очередь дома. Уборка дома, ремонт, либо начальная стадия ремонта. Это знаете как решиться, потому что туз мечей это идея, это прорыв. Да, это знаете как одновременно у вас будет масса забот и проблем. Это может быть организация вашего пространства, работы на дому. Это в целом как вывозить какие-то вопросы, связанные с оформлением, переоформлением недвижимости. В принципе вопросы купли-продажи, может быть у кого-то перепланировка, решение каких-то вопросов, связанных через ЖЭК и прочие инстанции. Но это все будет у вам посильно. Вплоть до того, что это знаете как переоформление лицевых счетов, могу сказать так. Это не даст вам легко, малой крови, но тем не менее это будет продуктивно. Поэтому если у вас стояли такие вопросы на повестке дня, то берите смело за эти моменты и они для вас будут решаемы. Если же эти арканы мы с вами будем смотреть с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны. Я не вижу здесь у вас новых никаких знакомств. Более того, вы будете поглощены бытовыми вопросами, бытовыми нюансами, вам в принципе будут недоотношения. Для тех же у кого вопрос любовных треугольников, кто состоит в таких связях, то как показывают арканы, здесь у вас четверка Пентакли, это попытки сохранить эти отношения. Но здесь, как вы видите, накал страсти, ситуация конфликта из-за вопросов соперничества, ревности, желание повышенного внимания к себе. Как следствие может быть ссора и разрыв, но это знаете, какие-то как в большей степени ваши манипулятивные техники с целью удержать партнера. Сохраните вот такими вот поведениями, реакции, чтобы у вашего партнера или партнерши было стремление вас удержать или вас вернуть. Для тех же у кого стабильные связи, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак. Мы сейчас посмотрим, проанализируем. У вас здесь все ровно и без изменений. В данном случае башня, туз, мечи и пятерка жезлов могут быть какие-то конфликтные ситуации относительно бытовых обязанностей, кто чем должен заниматься, какие функции внутри семьи выполнять. Но тем не менее, умеренность у вас показывает, что найдете какой-то общий компромисс, пойдете друг к другу навстречу, сможете о каких-то болезненных нюансах договориться. То есть в любом случае, эту ситуацию сможете здесь уладить. Если эти карты анализировать с точки зрения работы, заработка, и вы на данном этапе своей жизни не работаете, то здесь однозначно для вас будет болезненная, острая ситуация, которую вы будете решать на конфликтной основе относительно вашего содержания или каких-то дополнительных льгот или выплат. По королеве Пентакли, во-первых, это детский капитал, это в принципе какие-то пособия на детей, выплаты, пенсии, это вопросы субсидирования. То есть здесь вы однозначно будете поднимать остро эту ситуацию. Почему? Потому что либо будут задержки, либо перерасчет, потому что как башни туз, мечи, что-то недовыплатили. В чем-то где-то обманули. Пятерка жезлов это конфликтовать, это выяснить эту ситуацию, добиваться справедливости. Потому что по королеве Пентакли вы получите этот ресурс. Для тех же, кто в статусе соискателя. Ну девятка жезлов это только искать, но здесь еще не найти. Здесь пройти массу собеседований. Это больше, знаете, получить негативный опыт, получить отказы. Но на этом опыте научиться и уже осознать, что вам нужно, как вам нужно себя вести, как себя нужно позиционировать, для того, чтобы вы могли получить работу своей мечты. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником. Сейчас посмотрим, как для вас здесь будет протекать ситуация. То по аркану солнце, тишь, гладь и благодать. Почему? Башня, туз, мечи и пятерка жезлов. Ну уж простите, что я назову так, но это как выжить не радио вам человека из коллектива. Ну возможно персонаж, который отравлял вам жизнь на рабочем месте. Либо начальство, которое пило из вас кровь, может уйти в отпуск, на больничный, либо вообще человека могут попросить с рабочего места. Потому что, видите, для вас здесь ситуация заиграла новыми красками. Есть смысл жить, творить, любить, приходить на работу, работая как праздник. Вот могу сказать вам так. Для тех же, у кого свой собственный бизнес, то, видите, колесо фортуны. Однозначно знаковые перемены, существенные перемены. Потому что башня, туз, мечи это разрушить то, что было ранее. Это новый взгляд на вещи, новый подход. Пятерка жезлов здесь, безусловно, будет жесткая конкуренция. Но колесо фортуны это начать новый цикл жизни. Для большинства из вас башня и туз, мечи может указывать какую-то деятельность на дому. Деятельность в сфере недвижимости, гостинично-ресторанного бизнеса, эвент-агентств, либо каких-то подрядных организаций, связанных со строительством. Ну, все, что напрямую либо косвенно связано с недвижимостью. Но здесь однозначно прорыв, это найти свою нишу, это обрести себя и осознать, чем вы хотите заниматься. Повторюсь, для большинства из вас это работа на дому. В плане состояния здоровья здесь действительно могут быть гормональные сбои, очень существенные. Потому что на это указывают и башня, туз, мечи и пятерка жезлов. У кого-то даже, не хочу пугать, но могут быть какие-то фурункулы, нарывы, которые придется вам скрывать. Поэтому здесь эта ситуация не критична. Но то, что может у вас занять некое время. То есть придется на это потратиться, этот вопрос решать. Потому что пятерка жезлов это внутривоспалительные процессы. В негативе. В негативе это, знаете, нет структуры. Объясню почему. Есть цель, есть идея, есть мечта, есть задача. По сути вы понимаете, как это нужно сделать, но не можете вами задуманное довести до логического завершения. То есть есть идея, а как не только ее сгенерировать, воплотить в жизнь, нет понимания. Вот это, конечно, вас будет выбивать из колеи, будет озадачивать. Потому что здесь нужно прописать план, выработать четкую структуру действий. Пошагово, поэтапно. Как вам этого добиваться, чтобы достичь успеха. Поэтому здесь не все так просто. Также здесь могут быть внутренние блоки и страхи относительно раскрытия вашего таланта и потенциала. По принципу, как вас воспримет социум, окружение. Особенно если вы выдаёте какой-то свой авторский продукт. Может быть товар, услуги, консультации. Как вас воспримут в социуме. Потому что звезда это медийное пространство. Это могут быть социальные сети, YouTube, всё что угодно. Потому что есть желание позиционировать себя как эксперта. Но по королеве мечей вы боитесь критики и осуждения. Вот эти моменты нужно прорабатывать. И совет. Король Жезлов. Делайте всё с воодушевлением, с энергией, с любовью. И тогда будет получаться всё само собой резонно. Когда вы занимаетесь любимым делом, всегда будет прорыв, всегда будет идея, будет мотивация. Даже если будут опускаться руки. Но вдохновение будет накрывать снова и снова. Поэтому здесь не отчаиваться, проявлять активность и доводить начатое до конца. Соответственно, у вас будут все возможности для вашей реализации. И дополнительный аркан. Как мы с вами видим, это неожиданность недели. Аркан этот называется мечтательный Джонни. У меня почему-то идёт ассоциация с арканом Шут. Или иногда же он хочет назвать его аркан Дурачок. Не знаю, почему это такое сугубо моё восприятие этого аркана. Это в первую очередь говорит о том, что спуститесь с небес на землю. И все ваши мечты, идеи, вот то, что вы воплотили, то, что вы себе надумали, бабочки, которые уже не в животе ещё, а только как бы в мечтах, в целях. То есть вы это ещё не осуществили. То есть заземлите ситуацию. Посмотрите внимательнее на происходящее. Это, знаете, как мечтать хорошо, но всё нужно делать вовремя. Не передержите эту планку, потому что так мечты могут остаться нереализованными. Всегда выбирайте золотую середину между пустыми мечтами и реалиями жизни, потому что идеи вы генерируете массу, а воплощаете единицы. Поэтому, знаете, это как акцент по этой карте. Нельзя быть слишком беспечным. У вас высокие цели, но вместе с тем какие-то недостижимые идеалы. Это, знаете, как вы иногда сами себе усложняете жизнь, потому что у вас всегда состоит поиск сложного решения, простых задач. Здесь ещё смотрите, какой момент. Это ситуация, когда у вас ведёт плохо просчитанный бизнес-план, плохо просчитанная стратегия, непонимание. Это, знаете, как и серии утрированных. Вот хочу себе салон красоты, хочу. А какие несёт это затраты, насколько это трудоёмкий процесс, как это просчитать, насколько это будет структурно и рентабельно, понимания нет. Вот просто хочу, а там баста, трава не растет. И как следствие из-за этого возможен неожиданный провал в яму. Но если вы всё правильно просчитаете, будете смотреть под ноги, то у вас будет прорыв, потому что эти проблемы вы просто переступите, перешагнёте. Поэтому здесь в первую очередь акцент на финансы. Не должно быть легкомысленного отношения к деньгам, вообще к денежным вопросам. Иначе это может привести к материальным проблемам. Если что-то приобретаете, либо вкладываете, должно быть что-то существенное, структурное. И самое главное, не зацикливайтесь на жизненных проблемах. Позволяйте себе мечтать, но не просто мечтать, а воплощать эти идеи в жизнь. Вот ваша задача на текущий период. В любом случае, как всегда, все негативные аспекты мы для вас перекрываем позитивными. Для того, чтобы у вас были возможности осуществить задуманное и стремиться к новым возможностям, к новому качеству жизни. Я вам искренне от всей души этого желаю. От вас традиционно буду ждать обратной связи, как для вас проиграется эта ситуация, эта неделя. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Буду ждать от вас вашего взаимообмена энергиями, обратной связи. Для тех же, кого интересует вопрос индивидуальных консультаций и обучения на картах Таро, ссылки на мои контакты под любым из моих видео, либо в шапке YouTube канала. Пусть неделя вас непременно порадует и будет для вас продуктивной. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»